Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. Ну а это видео о животном рыбе Дискус. Аквариумные рыбки это красивые представители ихтиофауны, которые разводят у себя дома многие любители и серьезные ценители. Если за простыми губежками могут ухаживать даже дети, то есть некоторые виды рыб, которые достаточно капризны и привередливые. Но обычно именно они пользуются всеобщим восхищением и признанием. К одним из таких рыбок относится король пресноводного аквариума Дискус. О его особенностях в условиях содержания давайте с вами разберемся. Дискусы делятся на несколько подвидов, три из которых известны достаточно давно и больше всего изучены. Дикие виды распространены гораздо меньше, чем выведенные искусственно. Дискус родом из реки Амазонка, где обитает в Центральном и Нижних Течениях. Эта относящаяся к цихлидам рыбка живет в Южной Америке, в притоках Амазонки. Рианегра, Трамбетас, Путамая и других рек, которые образуют бассейны с черной проточной водой, где лежит множество коряг и затопленных деревьев. Образуются такие бассейны благодаря весенним разливам рек, когда вода с гор поднимается, уровень Амазонки настолько, что некоторые ее притоки меняют направление, а после спада образуют небольшие болота и озера с мягкой водой повышенной кислотности. Такие небольшие водоемы практически не сообщаются друг с другом, и живущие в них популяции дискуссов имеют свои характерные признаки, в основном по красе, так как начинают вести себя как стайные рыбы. К природным разновидностям относятся красный, зеленый, коричневый, а позже голубой дискусс. Этих рыбок стали завозить в Европу в 40-х годах. Начиная с 90-х годов, благодаря гибридизации и селекции, стали появляться и другие окрасы. Одним из самых популярных можно назвать дискуссомальбора. Красивую рыбку красного цвета, селекционную разновидность. Эти рыбки стали более популярны, нежели дикие сородичи, хотя и требовали более тщательного ухода и чаще страдали от различных заболеваний. Внешность этих рыбок очень красива, о чем можно судить по множественным фото дискуссов. Тело их сильно сжато с боков и похоже на диск, откуда и пошло их название. Размеры довольно велики. Взрослый особь может достигать 25 см, а вот окраска рыбок зависит от множества параметров, от окружающей среды и даже корма. Дискусс рыбы довольно прихотливый, и содержание его требует определенных строгих условий. В первую очередь, при покупке этих рыбок нужно обеспечить им легкую акклиматизацию к новому месту. Так как рыба стайная, то и покупать их стоит по несколько штук. Но даже соблюдение всех условий не гарантирует беспроблемное заселение дискуссов в новый дом. Рыбки совершенно не стройцы устойчивые. Одним из основных требований в содержании дискуссов является большой объем аквариума. Так как рыбы эти довольно крупные, а заселяют их группами по 6 особей, то и места им должно быть достаточно от 250 литров воды. Высота аквариума должна быть не менее 50 см, а ширина не менее 40 см. Узкие аквариумы ширмы не подойдут, так как взрослый дискусс в них попросту не сможет нормально развернуться. Что касается требований к самой воде, то лучше использовать ту воду, которая бежит у вас из-под крана, дав ей отстояться в течение 48 часов для выветривания свободного хлора. Многие считают, что раз в природе дискуссы живут в мягкой воде, то и аквариуме должна быть такая же. Но, во-первых, это создает определенные сложности с подменой, ведь нужно заменять не менее 30% воды на чистую еженедельно. Во-вторых, жесткая вода даже безопаснее, в ней не выживают паразиты, губительные для дискуссов. А сами же рыбки вполне прекрасно себя чувствуют при pH более 8. К тому же, живущих в такой воде рыб проще спровоцировать на размножение, сделав воду мягкой и создав другие необходимые условия. Что касается температур воды, то она должна быть не менее 29 градусов. Еще одно важное условие содержания дискуссов – чистота аквариума. Из соблюдения этого параметра вытекает еще несколько требований. Отказ от растений, населяющих аквариум, постоянное, лучше после каждого кормления, чистка грунта или отказ от него, установка хорошего фильтра для воды. Немаловажным фактором успешного содержания дискуссов будет обеспечение спокойного проживания. Не стоит травмировать слабую психику этих рыб громкими звуками, стуками, резкими движениями, поэтому расположить аквариум лучше в тихом, укромном месте, где достаточно рассеянного света, но нет ярких солнечных лучей. При ярком освещении дискуссы будут постоянно чувствовать дискомфорт. Дно аквариума тоже должно быть темным. В качестве украшения можно использовать качественные пластмассовые коряги, ветки, растения. Дискуссы любят прятаться в различных укрытиях, стоять под ветками деревьев. В условиях аквариума дискуссов лучше будет обеспечиться отдельным жильем. Проживание по соседству с другими рыбами не рекомендуется, потому что температура воды, комфортная для дискуссов для других тропических рыбок, будет высоковато. Еще одним минусом содержания их вместе с другими рыбами станет то, что вероятность различных болезней будет выше. К тому же дискуссы рыбки скромные, и нельзя селить их в один аквариум с доминирующими соседями, иначе разноцветные красавчики будут элементарно стесняться подойти к столу и будут оставаться голодными. Некоторые рыбы-чистильщики могут присасываться к дискуссам, что приводит к обдиранию чешуи их последних и образованию открытых ранок. При выборе чистильщиков стоит обрастить внимание на рыб терагоплехтис, которые хорошо чистят стенки аквариума и не вносят дисбаланс в жизнь основных обитателей. Выбрав слишком маленьких рыбешек, скорее всего, вы просто скормите соседей дискуссом. Но все-таки можно выбрать среди многообразия рыбок хороших компаньонов. Подойдут хороциновые, неоны, родостомусы, но и здесь нужно быть внимательными и не запускать мелких рыб взрослым дискуссам. Хотя если мальки растут вместе, то склонности слопать подросшего соседа у дискусса не наблюдается. Кормить этих красивых рыбок можно несколькими видами кормов. Сухим искусственным замороженной смесью живыми кормами. Если выбирать искусственные смеси, то нужно обращать внимание на содержание в них белка. Оно должно быть не менее 45%. Большинство владельцев дискуссов предпочитают готовить корм самостоятельно, используя свои проверенные рецепты. Обычно в качестве основы используют фарш из говяжьего сердца. Там меньше всего жиров, которому по желанию, при необходимости можно подмешать фарш креветок, меди, рыбы, витамины и лекарства. С живым кормом нужно быть очень внимательными и осторожными, так как с ним легко занести воду паразитов. Чтобы этого не случилось, нужно быть уверенным в поставщике такого корма и дополнительно очищать его самостоятельно. Это хоть и сложно, но все же проще, чем потом лечить дискуссов. Любой корм должен быть мягким, так как эти рыбы не умеют дробить твердые частицы. Повзрослевшие рыбки разбиваются на пары, и самка откладывает 200-400 икрина на подходящий лист или субстрат. Для спокойного размножения парочку лучше отсадить в отдельный аквариум, где нужно создать необходимую среду. Подкислить воду, смягчить ее и поднять температуру до 31-32 градусов. При меньшей температуре икринки просто не проклюнутся, и родители бросят кладку. Через 60 часов начнут проклевываться мальки, которые будут первые 5 дней питаться секретом кожи родителей. Далее малышей нужно отсадить и кормить желтком яйца и артемией, соблюдая все остальные условия содержания, как для взрослых рыб. Несмотря на сложности в содержании, дискуссы прочно завоевали место в сердцах любителей и профессионалов-аквариумистов. Цена дискусса от 1000 рублей и выше, в зависимости от магазина, окраски и возраста рыбы. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!